Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые дамы и господа, для меня большая радость принимать президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с официальным визитом. Очень рад, спустя пять месяцев после моего официального визита в Россию, уважаемый Владимир Владимирович совершает ответный официальный визит, который еще раз свидетельствует о прочности межгосударственных отношений между Кыргызстаном и Россией. Хочу с удовлетворением сказать, что договоренности, достигнутые во время нашей московской встречи, уже реализуются. Мы с уважаемым Владимиром Владимировичем провели содержательные переговоры по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между нашими государствами стратегическими партнерами. Мы подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение взаимного сотрудничества. Подписанные двусторонние документы являются наглядным этому подтверждением. Мы сошлись во мнении, что объем товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу, который у нас имеется. В этой связи договорились принять меры по его дальнейшему увеличению и выйти на амбициозный уровень взаимной торговли в размере 5 миллиардов долларов США. В рамках переговоров мы отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций топливно-энергетического комплекса и сельского хозяйства. В этом ключе договорились активизировать работу правительств двух стран по диверсификации экономик, реализации крупных инвестиционных проектов в целях углубления экономического взаимодействия. Мы сегодня также подчеркнули важность действующих между нашими странами механизмов для всестороннего развития двух сторон. В частности, Межправительственные комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и Российско-Крыгызского фонда развития. С удовлетворением хотел бы отметить положительные итоги 10-й юбилейной кыргызско-российской межрегиональной конференции на тему промышленной кооперации, состоявшейся накануне в городе Чалалават с участием представителей регионов и бизнес-сообществ наших стран. Хочу подчеркнуть, что данная площадка имеет высокую востребованность и большой потенциал. Приятно отметить, что по итогам конференции подписаны документы и контракты на общую сумму, превышающую 3,5 млрд долларов США. Также хочу отметить, что мы придаем огромное значение развитию культурно-гуманитарного сотрудничества с Россией. В этом плане хотелось бы отметить роль кыргызско-российского славянского университета, который за прошедшие 30 лет своего функционирования стал одним из лидеров в области высшего образования и науки в Кыргызстане. За прошедшие годы университет выпустил большое количество высококвалифицированных специалистов, успешно работающих в Кыргызстане, России и других странах мира. Следует отметить, что председательство Кыргызстана в Содружестве независимых государств совпало с годом русского языка, как языка межнационального общения в СНГ и объявлением города Санкт-Петербург культурной столицей Содружества в 2023 году. Мы также обсудили чествование 95-летия выдающего писателя планетарного масштаба Чингиза Туракуловича Айтматова. В области безопасности мы отметили положительную роль объединенной российской военной базы в городе Кант и высказали за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков. и оружием, кибербезопасностью и другими формами транснациональной организованной преступности, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Особой актуальностью выделяется кыргызско-российское взаимодействие в рамках ЕАЭС. Мы приложим все усилия для дальнейшего углубления интеграционных процессов и достижения целей Союза. Итоги визита позволяют нам с оптимизмом смотреть на развитие кыргызско-российских отношений. Теперь с большим удовольствием передаю слово нашему дорогому гостю, уважаемому Владимиру Владимировичу. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Большое спасибо, уважаемый Садыр Мургожоевич, коллеги, дамы и господа. Полностью согласен с Садыром Мургожоевичем. Сегодняшние переговоры действительно прошли в дружественном и конструктивном ключе, были весьма результативными. Коллеги между собой пообщались. Практически каждый из участников высказался, сделал свои предложения по развитию нашего сотрудничества. Мы обстоятельно обсудили весь спектр двусторонних связей, а также актуальные региональные и международные вопросы. К визиту подготовлен солидный пакет межгосударственных и межведомственных документов. Вы, уважаемые коллеги, только что видели процесс их подписания. При рассмотрении тематики торгово-экономического партнерства с удовлетворением констатировано, что в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 37%, достиг рекордных показателей – 3,4 миллиарда долларов. А в первом полугодии текущего года он подрос еще почти на 18%. Я полностью согласен с президентом, с моим коллегой. У нас, конечно, есть хорошие перспективы для дальнейшего роста. Наши страны в торговых взаиморасчетах активно переходят на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Как результат, доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%. Россия является крупнейшим инвестором в киргизскую экономику. Треть всех накопленных прямых зарубежных инвестиций в стране составляют именно российские капиталовые уложения. В республике успешно функционируют около 800 российско-киргизских предприятий, таких, причем ключевых отраслях, как энергетика, добывающая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, транспорт. Значимую поддержку киргизской экономики оказывает и полностью финансируемый российской стороной двусторонний фонд развития. По его линии порядка 520 миллионов долларов вложено в реализацию более 3000 совместных проектов в реальном секторе киргизской экономики. Я хочу отметить, что за последнее время при непосредственном участии и поддержке президента Кыргызстана проекты приобрели значимый, устойчивый характер и очень важный для развития экономики республики. С хорошей отдачей действует двусторонняя межправкомиссия, очередная встреча, которая прошла в марте в Бишкеке. Вчера, как было уже отмечено, в Жалу-Лабаде состоялось юбилейное 10-е заседание Российско-Киргизского форума регионов, на котором собрались руководители областей и муниципалитетов, главы министерств, ведомств, парламентарии, представители деловых, экспертных и общественных кругов двух стран. Мы с Адыром Нургожевичем направили участникам форума видеообращение и дали высокую оценку той роли, которую многоплановое межрегиональное сотрудничество на практике играет в деле укрепления взаимодействия двух наших стран. Отмечу, что Россия и Киргизия тесно взаимодействуют в рамках Евразийского экономического союза. Совместно с другими государствами и членами Евразии мы работаем над созданием общих рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Очевидно, что евразийская интеграция приносит неоспоримые дивиденды всем участникам этого процесса, в том числе, конечно, и Киргизии. Например, за прошедшие восемь лет с момента вступления Республики в Евразию ЕВВП и промышленное производство увеличились в 2,3 раза. Вдвое вырос объем экспорта. В ходе переговоров подчеркивалось, что одной из важнейших отраслей российско-киргизского сотрудничества является энергетика. Наша страна – основной поставщик нефтепродуктов в Киргизии. Полностью обеспечиваем нужды киргизских потребителей в бензине и дизеле. В прошлом году экспортировали порядка 1,2 миллиона тонн топлива. Столько же имеем в виду отгрузить и до конца текущего года. Причем поставки осуществляются, и я хотел бы это отдельно подчеркнуть, на льготных условиях, без взимания вывозной таможенной пошлины. Что также дает прямой экономический эффект для республики и для экономических операторов. Серьезную помощь, реализуемая киргизскими властями программой газификации страны, оказывает и российская компания «Газпром». Российским концернам уже инвестировано 18 миллиардов рублей в систему газоснабжения Киргизии. И в результате уровень обеспечения газом вырос до 30%. Мы знаем, и президент ставит такую задачу перед всеми участниками этого процесса. Правительство Киргизии рассчитывает довести этот показатель до 60%. И, безусловно, мы будем этому всячески содействовать. Расширяется двухсторонняя промышленная кооперация. При участии России, в частности в Киргизии, построен и введён в эксплуатацию талгасский золоторудный комбинат на месторождении Джаруй в северо-западной части республики. Работает ритмично, наложено совместное производство в Киргизии и монокристальных пластин для солнечных электростанций. И, конечно, сегодня мы с Александром Нургожевичем большое внимание уделили вопросам расширения двухстороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Чуть позже примем участие в торжественной церемонии, посвящённой важнейшей юбилейной дате – 20-летию создания российской авиабазы «Кант». Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всём Центрально-Азианском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозами, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность. И в эти дни военнослужащие «Канта» принимают участие в проводимых на территории Киргизии учениях миротворческих сил организации договора о коллективной безопасности «Нерешимое братство-2023». Мы сейчас только вспоминали с президентом, я очень хорошо это помню, как создавался «Кант», как создавалась эта авиабаза. Тогда руководство республики обратилось напрямую с просьбой к Российской Федерации немедленно, как можно быстрее разместить здесь наше авиационное крыло, потому что Киргизия подверглась нападению бандформирований, пострадало много людей, и это требовало быстрой совместной реакции. Но вот сегодня эта база приобрела уже такое значительное, серьёзное, как я уже сказал, и региональное значение. Именно сегодня отмечается и другая значимая годовщина – 30-летие основания Киргизско-Российского славянского университета. И это ещё раз подчёркивает многогранный характер российско-киргизского партнёрства, которое охватывает самые разные сферы и, естественно, культурно-гуманитарную. В стенах славянского университета обучаются 8,5 тысяч студентов из 20 стран. В 2023 году на деятельность университета России выделено порядка 450 миллионов рублей. Кроме того, в киргизских регионах открываются филиалы российских вузов в ОШЭ, центром МГУ имени Ломоносова. Готовится и к открытию филиал МГУ в Караколе. А в рамках проекта «Российский учитель за рубежом» в этом году в Киргизию для преподавания в школах направлено более 100 педагогов из России. Мы понимаем, что этого недостаточно. Президент ставит в этом смысле такие задачи более масштабные. Мы полностью это поддерживаем и будем двигаться по этому направлению. Упомяну, что в целом в вузах нашей страны обучается 16 тысяч киргизских студентов, из них порядка 7 тысяч на бюджетной основе. Россия также помогает Киргизия в развитии системы средних школ с обучением на русском языке. Уместно вспомнить, что 1 сентября мы вместе с Адером Нургожевичем дали старт строительству трёх таких школ в Бишкеке, Баткене и Караколе. Всего же в ближайшие несколько лет планируем построить 9 школ во всех семи областях и двух крупнейших городах республики. В них будет обучаться более 11 тысяч учеников. При обмене мнениями по ряду наиболее актуальных региональных и глобальных проблем было констатировано, что позиции России и Киргизии во многом близки или совпадают, как говорят дипломаты. Наши страны координируют работу в ООН и на других ведущих международных площадках, в том числе в Шанхайской организации сотрудничества и в рамках Содружества независимых государств. В саммите которого мы примем участие завтра. В заключение хотел бы выразить искреннюю признательность киргизским друзьям и Содру Нургожевичу за продуктивную совместную работу. Уверен, что результаты нашего визита будут способствовать дальнейшему развитию союзнических отношений России и Киргизии и, безусловно, пойдут на благо всем гражданам нашей государства. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.